Среди народившихся в 20-м и 21-м веке книжек и руководств по личностному росту и по психологии на тему «Как стать миллионером при помощи силы мысли», Наполеон Хилл является классиком и первопроходцем в движении за помощь человека самому себе. Это он подарил миру мысль о том, что как бы низко человек не стоял на социальной лестнице, его желания и настойчивость способны творить чудеса. Если только пойти им навстречу. Родился Наполеон Хилл 26 октября 1883 года в маленькой лесной хижине в горах Виргинии. Его мать Сара Сильвания Блэр умерла, когда Хиллу было 10 лет. Отец Джеймс Монро Хилл. В детстве Хилл, привлеченный романтическим мужеством гангстерства, связался с плохой компанией и рисковал закончить свои дни не на вершине успеха, а в криминальных сводках. Но с этого пути его свернула мачеха. Марта Хилл, которая, взявшись за воспитание юноши, привила ему любовь к просвещению, а еще подарила печатную машинку. Наполеон Хилл окончил школу, а после стал изучать право в Джорджтаунском университете. Имея довольно скромные возможности, он зарабатывал себе на учебу репортерской деятельностью в местной газете. Тут вспыхнула первая искра будущего признания. Выразительные и острые материалы молодого репортера попали в поле зрения Роберта Л. Тейлора, владевшего крупным журналом Bob Taylor's Magazine. Он дал Хиллу задание сделать цикл статей о жизненном пути успешных людей, что и привело его к головокружительной встрече с мультимиллионером, американским промышленником Эндрю Карнеги. Карнеги до того, как выстроить империю сталелитейных компаний-гигантов, был обычным безнадежным рабочим на ткацкой фабрике. Увлеченный беседой с Хиллом, он задал ему поворотный для молодого репортера вопрос, осмелится ли тот отдать 20 лет своей жизни на исследование пути к вершинам бизнеса, торчество и карьеры и вывести единую формулу успеха, годную для применения абсолютно всеми людьми. Наполеон Хилл принял данный вызов. 20 лет жизни. 500 интервью с людьми на пике успеха. Открытие универсального закона успешности. В этих живых беседах были выкристаллизованы идеи и принципы личностного роста и правильного движения человека к успеху. Из них и родилась книга «Думай и богатей», которая увидела свет в 1937 году. Сразу же превратилась в мировой бестселлер и впоследствии переиздавалась 42 раза. Основной посыл философии Хилла – будь конкретен, пойми чего хочешь, поставь ясную цель, четко определи каждый шаг на своем пути. Действуй, и все трудности, которые встретишь на пути, обернутся равновеликой пользой для тебя. Но только если будешь безупречно следовать цели и не склонишься перед неудачей. Идеи, почерпнутые в интервью, не просто помогли Хиллу породить труд, который самого его сделал успешным человеком. Он применил их и в личной жизни. Когда выяснилось, что его второй сын, вероятно, всю жизнь будет глухонемым, писатель твердо решил для себя – мой сын будет говорить и слышать, как здоровый человек. В книге подробно описано, каким образом Хилл добивался того, чтобы сама природа уступила его желанию, и в итоге он победил, неуклонно следуя простому закону успеха – никогда не предавать задуманное. Наполеон Хилл умер 8 ноября 1970 года в возрасте 87 лет. За свою жизнь он опубликовал 10 популярнейших книг, в которых исчерпывающе изложена философия личностного успеха. Основал Ассоциацию Наполеона Хилла, Фонд Наполеона Хилла, а также Академию личных достижений, которые призваны популяризировать законы успеха и мотивировать простых людей на пути собственного роста. Эти идеи до сих пор способны, если не превратить вас в миллионера мгновенно, то по меньшей мере вдохновить и открыть тайны правильной настройки человека, вознамерившегося идти к своим мечтам, несмотря ни на что. В конце концов, не так важно, какой вокруг царит ужас. По-настоящему имеет значение лишь то, насколько красиво вы идете через этот огонь. Для разума нет никаких препятствий, кроме тех, которые мы признаем.